Парад Победы 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 ожесточенное сопротивление немцев поднялись на башню Рейхсканцелярии и закрепили там красный флаг, который стал одним из первых знамен, подруженных над Рейхстагом. В 1996 году указом президента Российской Федерации Абдул-Хакиму Исмаилову за мужество и героизм, проявленные в Великой Отечественной войне, присвоено звание Героя России. Нет в нашей стране ни одной семьи, которую не опалило бы пламя Великой Отечественной войны. Сквозь ожесточенные бои, через огромные страдания и испытания шел наш народ ко дню победы, навечно вошедшему в историю человечества. Ценой миллионов жизней советских людей, бесчисленных лишений, было завоевано право быть победителями в самой жестокой войне 20 века. Вольно! Вольно! Парад! Смирно! Для встречи слева! На крючку! Командует парадом войск гарнизона заместитель командующего Каспийской флотилии контр-адмирал Якимов Сергей Петрович. Принимает парад командующий Каспийской флотилии контр-адмирал Пешков Александр Игоревич. Товарищ командующий Каспийской флотилии, войска Каспийского гарнизона, во знаменование 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом контр-адмирал Якимов. Каспийский гарнизона, он контр-адмен! Про которого fırчатся на замещение? Командующий газ ветеринар! Командующий бренд! Командующий величин? Командующий величинно-зелен на verl亡щик ящик! Командующий губоловщик! Великой кроскошкошсь! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Поехали! Помните, через века, через года помните о тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, памяти павших будьте достойны. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. В вооруженных силах России проходят воинскую службу преданные военному делу люди, грамотные профессионалы, любящие свое Отечество. Какие бы времена ни переживала наша страна, у нее всегда были, есть и будут надежные армии и флот, способные в трудный час при поддержке всего народа защитить Родину. Великая победа стала символом несгибаемого мужества, отваги, самопожертвования, преданностью Отечеству. Внимание! Прямое включение город Москва, Красная площадь. Выступление президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина. Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичмены и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днём Победы, Победы колоссального исторического значения для судеб всего мира, с праздником, который был, есть и будет для России нашего народа священным. Он наш по праву родства с теми, кто разгромил, сломил, сокрушил нацизм. Наш по праву наследников поколение победителей, поколение, которое мы чтим и которым гордимся. Дорогие наши ветераны, мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, благодарим за бессмертный пример сплоченности и любви к Родине. Вы доказали, что только вместе можно достичь, казалось бы, невозможного. Одолели беспощадного врага, защитили свой дом, детей, родную страну, одержали над нацизмом безоговорочную победу и прославили в веках 9 мая 1945 года. Мы всегда будем помнить, что этот величественный подвиг совершил именно советский народ. В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один. Один на многотрудном, героическом и жертвенном пути к победе. Бил все насмерть, на всех рубежах, в жесточайших боях, на земле, на море, в небе. Люди всех национальностей, вероисповеданий, сражались за каждую пять родной земли, за подмосковные поля, Карельские скалы и перевалы Кавказа, леса Вязьмы и Новгорода, за берега Балтики и Днепра, Волжские и Донские степи. Доблесть советских воинов, несгибаемость мирных жителей увековечены в высоком звании городов-героев Москвы и Ленинграда, Минска и Киева, Сталинграда и Севастополя, Мурманска и Одессы, Керчи и Тулы, Новороссийска и Смоленск. Нерасторжимость фронта и тыла обеспечивали все необходимое для фронта и для победы. Делали все на заводах по Волжье и Урала, Сибири и Дальнего Востока, в городах Казахстана и Республик Средней Азии. Мы помним и тех, кто даровал кровь, поддерживал тех, кто оказался в эвакуации, был вынужден покинуть свой родной дом. Сегодня мы отдаем дань памяти и благодарности всему поколению великих героев и тружеников. Вспоминаем фронтовиков, храбрых партизан и подпольщиков. Непроходящей болью отзываются в нас муки жителей блокадного Ленинграда и узников концлагерей. Неисчислимые трагедии людей на оккупированных территориях. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война. Перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас. Объявляется минута молчания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дорогие друзья! В этом году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. 22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в нашей истории. Враг напал на нашу страну, пришел на нашу землю, чтобы убивать, сеять смерть и боль, ужас и несметные страдания. Он хотел не только свергнуть политический строй, советскую систему, а уничтожить нас, уничтожить как государство, как нацию, стереть с лица земли наши народы. Ответом на вторжение нацистских полчищ стало общее, грозное, неодолимое чувство решимости отразить нашествие. Сделать все, чтобы враг был повержен, чтобы преступники, убийцы понесли неотвратимое и справедливое наказание. Советский народ исполнил эту священную клятву, отстоял Родину и освободил страны Европы от коричневой чумы. Вынес нацизму исторический приговор и мощью оружия на полях сражений, и силой своей нравственной и человеческой правоты, жертвенным мужеством солдатских матерей, верностью тех, кто каждый день ждал от родных весточки с фронта, той силой добра и любви к ближнему, которая испокон веков в нашем национальном характере. Его великим воплощением стал подвиг врачей и медсестер, которые спасали раненых, боролись за каждую жизнь и на передовой, в самом пекле, и в госпиталях на фронте и в тылу. Но тогда, в 1941-м, впереди было еще четыре года самой кровопролитной войны. Она бела по будущему, по молодым, совсем юным поколениям, а значит и по тем, кому так и не суждено было родиться. Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. В почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Все циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии. С легкостью перечеркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне. История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологий нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю. Оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, чему все это ведет. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал победу. И мы всегда будем гордиться их подвигом. Россия последовательно отстаивает международное право. При этом мы будем твердо защищать наши национальные интересы. Обеспечивать безопасность нашего народа. Надежные гарантии тому доблестные вооруженные силы России. Наследники солдат победы. И, конечно, наша совместная работа ради развития страны, ради благополучия российских семей. Наши ветераны, их судьбы, их преданность Родине – это пример для нас. Вершина, к которой мы должны стремиться. И утверждать значимость, ценность грандиозной победы в наших помыслах и поступках. В наших делах и будущих свершениях во имя Отечества. Слава народу-победителю! С праздником вас! С днем великой победы! Ура! 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 КОНЕЦ КОНЕЦ Слово предоставляется временно исполняющему обязанности главы Республики Дагестан Сергею Алимовичу Меликову. Дорогие ветераны, ветераны Великой Отечественной войны, труженьки тыла, уважаемые гости, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, товарищи генералы и адмиралы. КОНЕЦ Поздравляю вас с Днем Победы! Это великий праздник для нашей страны, для каждой российской семьи, праздник, в котором слились воедино искренняя радость, немеркнущая слава и бесконечная скорбь. Сегодня историческое значение этого праздника не подвластно времени, а подлинное человеческое измерение подвига наших отцов, дедов и прадедов невозможно переоценить. Благодаря их несгибаемой воле, беззаветному мужеству и величайшей самоотверженности мы имеем возможность жить мирно, трудиться на нашей земле, говорить на родных языках, растить детей в великой и свободной стране. Победа в Великой Отечественной войне определила будущее всего человечества. Она навсегда останется в памяти, как событие, не имеющее прецедентов в истории по своему масштабу, по своему духовному содержанию. Наши отцы и деды, прадеды избавили мир от нацизма, спасли Европу от рабства, а целые народы от уничтожения. Поэтому этот праздник отмечается не только в нашей стране, он отмечается всеми людьми доброй воли. Прошло уже 76 лет с того великого дня, весеннего дня, когда слово «победа» облетело планету. Но рана нанесена этой страшной войной, и сегодня пронзительной болью отдаются наших сердцах. Десятки миллионов жизней унесла война. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто пал на полях сражений, кто умер от ран, кто надрывался от тяжелейшего труда в тылу. Дорогие друзья, дагестанцы по праву гордятся тем, что плечом к плечу с представителями всех народов нашей великой Родины, достойно несли тяжелейшую ношу войны. Отважно сражались на передовой, самоотверженно трудились в тылу. Более 180 тысяч сыновей и дочерей Дагестана воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Каждый второй из них отдал жизнь за независимость нашей Родины. Наши земляки участвовали в крупнейших сражениях за Москву, за Сталинград, на Курской дуге, на Днепре, прорывали блокаду Ленинграда, бились в партизанских отрядах, освобождали европейские страны, водрузили красное знамя над поверженным Берлином. И в то время неважно было, откуда кто родом, кто какой национальности или веры, где кто родился, у всех была одна Родина, за которую каждый готов был биться до последней капли крови. Такое единство, настоящее братство стало важнейшим залогом нашей великой победы. Дорогие ветераны, в память о вашем беспримерном подвиге мы сегодня склоняем головы и говорим славу и благодарность всем, кто сражался на фронте, ковал победу в тылу, поднимал страну из руин в трудные послевоенные годы. Спасибо вам за то, что выстояли, вытерпели, одолели врага, за то, что подарили жизнь нам, за то, что подарили свободу и мир. Ваша жизнь – это лучший пример патриотизма, преданного служения Отечеству. И наша святая обязанность следовать заданным вами нравственным ориентирам, беречь Россию, как это делали вы, солдаты победы. Сегодня российские военнослужащие на деле доказывают, что они достойные преемники героев Великой Отечественной войны, с честью защищают интересы России, жизнь и безопасность наших граждан. Из поколения в поколение передает традиции мужества и стойкости, флотской дружбы и братства личный состав Каспийской флотилии, чьи боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны отмечены Орденом Красного Знамени. Дорогие потомки победителей, помните о подвиге своих отцов, дедов, прадедов и будьте этого достойны. Гордитесь тем, что в память о герое дагестанца ставят памятники, называют города, улицы, школы, не только в республике, но и далеко за ее пределами. Пока в наших сердцах жива священная память о великом героизме нашего народа, Россия остается могучей и непобедимой. Вечная память героям Отечества! Слава вам, героям-победителям! Слава многонациональному народу, одолевшему фашизм! С праздником вас! С Днем Великой Победы! Парад! Смирно! К торжественному маршу! По батальону, дистанция на дволинейных, направо, на плечо, равнение направо, шагом, марш! И вот наступил долгожданный момент. Подана команда к торжественному маршу. Войска гарнизона выходят на исходную позицию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание всех обращено на колонны парадного строя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ По площади проходит знаменная группа с государственным флагом Российской Федерации и Знаменем Победы. Сопровождает знаменную группу рота почетного караула. Командир роты капитан Троян Роман Юрьевич. Торжественным маршем проходят парадные расчеты краснознаменной Каспийской флотилии. Парадным строем офицеров управления штаба командует капитан 1-го ранга Мерентеев Алексей Викторович. Сегодня флотилия является одним из современнейших объединений военно-морского флота. Надежным сплавом передовой военно-морской техники, славных флотских традиций и профессионализма. На марше личный состав 73-й гвардейской белградской бригады кораблей охраны водного района. Во главе парадного расчета командир бригады гвардии капитан 1-го ранга Хусаинов Андрей Рахвикович. За торжественным маршем проходит личный состав 106-й бригады надводных кораблей. Во главе парадного расчета командир бригады капитан 2-го ранга Зотов Сергей Юрьевич. Именно корабли 106-й бригады нанесли ракетные удары высокоточным оружием из южной части Каспийского моря. В парадном строю военнослужащие 177-го полка морской пехоты под командованием командира полка, полковника Зеленского Павла Николаевича. Науку побеждать черные билеты Каспия познавали в реальной боевой обстановке, принимая участие в современных войнах и вооруженных конфликтах. За проявленное мужество и героизм более 700 морских пехотинцев удостоены высоких государственных и ведомственных наград. Перед трибунами рота женщин-военнослужащих под командованием капитана 3-го ранга Сулейманова Валерика Амербеговича. В годы Великой Отечественной войны тысячи женщин наравне с мужчинами сражались на фронтах. Стоящие сегодня в строю лучшие представительницы флотилии также достойно несут нелегкую службу, оставаясь при этом образцом женственности и красоты. В парадном строю военнослужащие 51-го отдельного берегового ракетного дивизиона под командованием начальника штаба дивизиона майора Жуйкова Евгения Сергеевича. За проявленное мужество и героизм более 12 военнослужащих удостоены высоких государственных наград. Торжественным маршем проходит личный состав 136-й отдельной гвардейской, мотострелковой, уманско-берлинской краснознаменной ордена Суворова, Кутузова и Хмельницкого бригада. Во главе парадного расчета командир бригады полковник Димурчиев Роман Геродотович. В парадном строю личный состав пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан. Во главе парадного расчета полковник Балашков Дмитрий Анатольевич. За мужество и героизм, проявленные в первых годах Великой Отечественной войны, 11 пограничников удостоены звания Героя Советского Союза. На площади парадный расчет главного управления МЧС России по Республике Дагестан. Командует расчетом полковник Диврижбеков Муслим Шарафеддинович. По площади Ленина проходит торжественным маршем парадный расчет отдельного батальона оперативного назначения, отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет командир батальона, подполковник Роман Коневец. По площади мимо трибун проходят будущие защитники Отечества, участники военно-патриотического движения Юнармия. Возглавляет парадный расчет начальник штаба регионального отделения Юнармия Джамиев Джавидин Зеевудинович. На сегодняшний день численность Юнармии в Республике Дагестан составляет 19 320 человек. Есть полная уверенность в том, что из этих мальчишек и девчонок вырастут настоящие патриоты своей страны. Парадный расчет начальник штаба регионального отделения Юнармия. Парадный расчет начальник штаба регионального отделения Юнормия. Боевая техника. В праздничной колонии бронетранспортеров БТР-70, предназначенные для транспортировки мотострелковых подразделений, подразделений морской пехоты и их огневой поддержки на поле боя. БТР принят на вооружение в 1970 году и принимал участие во всех вооруженных конфликтах. Корпус БТР полностью герметичен, состоит из трех отделений и обеспечивает размещение трех человек экипажа и семи человек десанта. Броня корпуса и башни способна противостоять стрелковому оружию противника и осколкам миг и снарядов. В качестве основного вооружения установлены 14,5-мм пулемет КПТВ и 7,62-мм пулемет Шкалашникова-Танковый. Максимальная скорость составляет 80 км в час. В парадном строю ГАЗ-23-30 «Тигр». Машина предназначена для ведения разведки, патрулирования и огневой поддержки. «Тигр» превосходит зарубежные образцы по защищенности, проходимости и надежности. Экипаж два человека и до шести человек десанта. Максимальная скорость по шоссе составляет 110 км в час. Перед трибунами буксируемые модернизированные 120-мм минометы-комплексы 2С-12 «Цани». Миномет предназначен для поражения навесным огнем живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто и в укрытиях полевого типа, легкобронированных целей в ближней тактической зоне. Он также используется для разрушения окопов, траншей, ходов сообщения, огневой поддержки и сопровождения пехоты, задымления наблюдательных и командных пунктов. Для стрельбы из миномета применяются осколочно-фугасные мины всех модификаций. В парадном строю буксируемые 122-мм гаубицы Д-30, сходные с полевыми противотанковыми орудиями времен Великой Отечественной войны БС-100, которые активно использовались бойцами советской армии в ходе боев за освобождение Европы и битвы за Берлин. Сегодня гаубицы Д-30 предназначены для уничтожения и подавления живой силы противника, находящихся в укрытиях полевого типа и на открытой местности. Уничтожение и подавление огневых средств пехоты противника. На площади реактивная система залпового огня «Град». Установка «Град» — это следующее поколение легендарной «Катюши» БМ-13, способной переломить исход сражения и подавить сопротивление противника. Впервые БМ-13 была применена в боях 1941 года. В годы войны нередко «Катюши» помимо прямого назначения использовались как средство деморализации противника. В составе механизированной колонны проезжают полноприводные бронированные автомобили «Патруль», являющиеся модификацией армейского броневика «Тайфун-У», спроектированного специально для оснащения подразделений Росгвардии. Автомобиль применяется в горно-весистой местности, в тяжелых климатических условиях и обеспечивает безопасность военнослужащих. В праздничной колонне береговой ракетный комплекс «БАВ», который был принят на вооружение в 2008 году, предназначен для береговой обороны пунктов базирования кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений Каспийской флотилии. Комплекс «БАВ» отличается высокой мобильностью и способен произвести перевод из походного положения в боевое менее чем за 10 минут. Комплекс «БАВ» отличается высокой мобильностью Комплекс «БАВ» отличается высокой мобильностью День Победы, как он был от нас залёк, как кострю под ушим таял уголёк. Были лёсты, обгорелые пыли, Этот день мы приближали как могли. Этот день Победы Порогам пропал Это праздник С сединою на песках Это радость Со слезами на глазах День Победы, день Победы, день Победы День Победы, 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 день Побед Лежали как могли, это день победы, порогам права, это праздник с сединою на лесках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы. День Победы. Лежали как могли, это день победы, порогам права, это праздник с сединою на лесках, это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы. 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 Продолжение следует...